Друзья, всем привет! С вами Strikes, мы продолжаем играть в Stationers. На прошлой серии мы, по-моему, строили криокапсулы. Я тут много чего еще поделал. Успел и скафандр сломать, и землю подключить сюда, чтобы видна была. Ну, сейчас все покажу, все расскажу. А что успеем, то будем переделать, потому что переделать нам надо очень много. К сожалению, есть непредвиденные такие ситуации здесь. По большому счету, это не наши какие-то косяки, а скорее особенности игры и плюс баги. Куча багов. Во-первых, баг связанный с тем, что не закидывается сразу по всем. Я пробовал и через стакер. У меня здесь стоит стакер. Он режет на кусочки, чтобы закидывался в каждую. Я не знаю, с чем это связано, но трубы не передают как хотелось бы. И две проходят у нас, остальные у нас багуются и не заглатывают вот эти ну, какие-то либо ростки. Все бы ничего, но оно не лечится. Я пробовал уже и снимал вот эти транспортные трубы и сделал закольцовку, как на печках. Почему-то не работает. По идее, стак он должен по одной откусить и все. И вот здесь остальное будет мотаться. Но я думаю, ладно, хорошо, ты стак не понимаешь. Думаю, я буду здесь делить по одному кусочку. Делю по одну кусочку. То есть, закидываешь 20, он делит их на каждый по одной. Но закидывается буквально две, остальные просто застревают во второй. То есть, первая летит хорошо, вторая нормально, и вот во второй оно застревает. Такое ощущение, что вот этот вот заглатыватель, он как-то тормозит, что ли, вот эту трубу. Надо, грубо говоря, вот так делать. Такое ощущение, что вот сразу, когда коннект идет, из-за того, что шторка двигает, застревает вот здесь это. Ну, я думаю, что это в этом причина. Потому что другого оправдания игре я не могу дать. По тому, что я здесь делал, да? Вообще, какая идея была? Идея такая. Можно, конечно, все это забить. Здесь сделать на каждую по корзине. И закидывать вручную. Но я вручную не хочу. Я хочу полный автомат. Поэтому я сделал здесь корзину на склад. И со склада он будет потом по чипу загружать, сколько надо ему. И обновлять, да? Здесь на загрузку склад. Здесь на выгрузку склад. При этом склад по запросу должен по кнопочке выдавать туда выплевывать в жилой комплекс. То есть, чтобы прямо на стол падала еда. Вот. И здесь с этой стороны то же самое. Все это я сделал, но оно не работает как надо, потому что не закидывается. Будем ждать патч какой-то, чтобы это пофиксили. Либо пробовать сделать вот так вот через одну трубу, чтобы она успевала здесь проходить и сюда заглатываться. Я вот думаю, что это, кстати, я только что вот такую теорию выдвинул. Возможно, в этом дело. Это первое. Второе вопрос. Как работают эти дурацкие повторители? Вот это лоджик мира у зеркала. По идее, как я думал, что он логично работает, я выбираю сюда какой-либо вообще любой в этой сети предмет, оборудование, который подключен к дате. Вот, например, склад еда. Я выбрал склад еда. И я его пустил на эту сеть. Все, информация отсюда пошла на эту сеть полностью, как будто бы я подключился к нему напрямую. Но дело в том, что у нас там тоже стоит ИБП-шка. И я оттуда читаю вот этот повторитель. И такое ощущение, что повторитель на повторитель ни хрена не передает то, что нужно. По крайней мере, хэш дисплея вот отсюда не считывает информацию, которая мне нужна. Я думал, как? Здесь сделаю дисплей. Здесь вот он выбран. Кто с этими повторителями работал, напишите, как они там работают. Ну, короче, хэш дисплей. Здесь мне нужно естественно выбрать вот повторитель. Но он здесь не показывает мне склад. Вы скажете, там ничего нет. Ну, окей. Я закидывал, он тоже ничего не показывал. Здесь вот тоже стоит повторитель. и он здесь читает тот повторитель. По идее, как я думаю, от того идет со склада на повторитель, с повторителей сюда, отсюда я уже читаю. Но получается, через два повторителя не работает такая фигня. По крайней мере, с консолью. Будем посмотреть через чип, может быть, как-то... Ну, а что нам чип даст? Нам, если только потом на консоль выводить. Я хотел здесь видеть, что у нас в складе хранится и выбирать крутилкой еду какую-то определенную. Кнопку тыкаешь и вот отсюда выпадает. Вот. Кнопкой тыкаешь и отсюда выпадает. Это работает. А вот выбирать не работает, потому что повторитель не передает. Получится, что у нас нужно будет объединять сети. Вот. Это, конечно, не проблема, но я почему-то расстроился с вот этих зеркал. Вот. Здесь у нас не показал. Да. Жилая комната на 4 астронавта со всякими разными печками и прочего. Здесь стоит резервный баллон, который на определенное количество будет закачан. Вот. И подаваться на слиперы. То есть, чтобы у нас слиперы были независимые. Вот. Также здесь осталось только атмосферу вытащить сюда. И вот эту вот я уже систему обогрева охлаждения уже поставил. Здесь также будет два компьютера на программирование, чтобы каждый кто-то там что-то делает по станции, кто-то может что-то там сидеть кодировать. Здесь также выход. Две стойки. Может быть, я еще поставлю еще две стойки, потому что у нас все-таки четыре астронавта. пока что две. Расчет на то, что кто-то все-таки в скафандре, тусит. Там да, он снаружи, а кто-то здесь еще бегает. Вот это первое. То есть здесь вот я еще не показал, как я доделал. Здесь включается все через вот такие вот консольки. Общий свет у нас на переключателе. Здесь у нас стоит чип на выбор цвета, как и обещал. Вот мне красненький нравится, например. Вот здесь у нас обслуживающая комната как раз с кодом на на эту самую, на color. Кому интересно, забирайте легкий код. Вот, это первое. Эта комната работает. Если я сюда вот сейчас пассивки закручу, подсоединю, у нас здесь уже атмосфера пойдет. Вот, по сути, осталось доделать только вот эти вот маленькие штрихи. Здесь поставить тоже пассивки на атмосферу и охлаждение, чтобы было настроить на чипе, имеется ввиду. Подсоединить шлюз и здесь разобраться с конвейерами. Вот, думал напрямую сначала подключить, а потом вспомнил, что если я подключаю трубу напрямую, то мне нужно эту трубу обязательно поддерживать тепло. Поэтому я решил, так как здесь у нас все равно будет кислород, лучше мы будем отсюда брать общую смесь и поддерживать комнату, грубо говоря, да? Вот, пойдемте дальше, покажу, что я еще сделал. Я сейчас уже немножко даже подустал делать это все, потому что очень долго я тут возился, видите, да, что произошло. Во-первых, у нас по всей базе вот эти трубы я провел. Здесь и вода пошла, ну вот здесь она уже начинается. Вот, и вода, и атмосфера, и все три трубы на стойку. Здесь, кстати, стойка не нужна, если при условии мы здесь не выходим куда-нибудь в открытый космос шлюз. Если шлюза здесь нет, вот этот шлюз мы можем, в принципе, убрать. Здесь у нас коридор общекислородный, поэтому здесь просто можно дверь поставить. Шлюз тогда вообще не нужен, стойка будет одна только вот здесь. Вот, а здесь лаборатория была у нас на две части, да, разделена. Вверх, потолок и низ я заварил, все это убрал. Ошибки всякие даже повыскакивали, когда я удалял. Вот, и лаборатория будет у нас здесь находиться. Ее мы будем строить, но не сегодня, потому что там тоже надо подумать, как делать сначала. Вот, здесь у нас проблема вырисовалась. Если мы здесь атмосферу загоняем, вот эта стойка должна работать, здесь мы делать тогда по легенде будем шлюз, как мы и планировали. Мы вот здесь хотели шлюз делать. Но здесь у нас шлюз не влезает, мы его решили вот сюда поставить, да, но так как вот здесь у нас не должно быть кислорода, иначе мы вот сюда на плавку вообще никогда не залетим. А в атмосферной среде в космосе очень плохо джетпак себя ведет, я уже пробовал, отвратительно, он практически не дает никакую тягу. В общем, как-то странно тут с гравитацией вообще проблема. вот это не станция же, да, кто просто не знает, если кто не в курсе, это не станция, это корабль. Вот, корабль на своей сетке корабля, да, вот если я даже вытащу, он, видите, да, строит на корабле. Надпись такая для тех, кто не верит. Вот, и здесь нужно перебрать, здесь нужно убрать вот эти платки, куда-то передвинуть, может быть, наверх. Я также написал кодик, переписал полностью код на вот этот регулятор. Теперь он работает, как я хотел. Кодик сейчас покажу. Я немножко с ним помучился, но когда сделал, очень был рад, потому что у меня получилось полностью с нуля написать хороший код, который работает. Вот, он несложный, но он работает, как мне надо. То есть, он считывает температуру, он сравнивает температуру с уставкой в нолик, вот, он считывает давление, сравнивает с уставкой нолик. В данном случае ноль это имеется до кельвинов градуса, да, вот это 273.15, это ноль градусов, это кельвин, естественно, сравнивает в кельвинах, он же. Вот, соответственно, если здесь меньше или равно нулю, то у нас на регулятор дает единичку. Здесь сравнивает, если давление больше нуля, то выдает единичку. И следующим сравнением, здесь второе еще сравнение идет, если у нас A равно B, то есть если у нас и давление есть, и температура та, которая нам нужна, то, соответственно, выдает здесь единичку, и регулятор работает. То есть если у нас здесь будет в этой печи давление ноль, то он не включится. Если у нас здесь будет давление какое-то, но температура большая, он тоже не включится. То есть он полностью защитный клапан. Вот, потому что идея была такая, здесь что-то плавится, вот, вот в этом массиве охлаждается, то же самое с тех печек двух, оно сюда попадает. Поэтому, так как вот это общая сливная фильтрационная труба, которая идет на все фильтры, чтобы у нас там ничего не сломалось, у нас стоит защита. Если вдруг здесь что-то будет превышаться, но оно быстро охлаждается, потому что эти трубы плюс радиаторы хорошо охлаждают, то соответственно у нас здесь вот этот клапан срабатывает очень даже классно. Я сначала делал на насос, но насос жрет 800 ватт, поэтому это много. Здесь регулятор жрет 100 всего, плюс регулятор хорошо откачивает малое количество. Насос здесь не нужен, потому что всего две печки, они мало по объему накачивают, то есть они всего лишь там ну 30-40 кПа дают. не так принципиально, то есть насосом здесь отскачивать особо не надо. Плюс еще можно эту схему домодернизировать, к примеру, если здесь вот у нас еще регулятор, ой, этот датчик стоит, газовый, если в этой комнате, вот здесь вот у нас консольки показывают, если в самой камере вот здесь будет, к примеру, там больше, там, двух атмосфер давления, там, да, 250 куда-нибудь кПа под 300, когда стекла начнут вылетать, у нас будет срабатывать этот регулятор, будет нас оповещать лампочка и двери открываться, то есть если стекла выбьются, то у нас здесь все охладится. С одной стороны да, а с другой стороны, в принципе, даже если там что-то повылетает, здесь у нас атмосферы нет, вот здесь вот, потому что с фильтрой иначе они будут шуметь, вот, то в принципе ничего страшного нет. Если бы у нас игра, движок игры, или я не знаю, как особенности игры позволяли бы адекватно вот так вот, как вот сейчас летать, но при этом была бы атмосфера, то есть был бы у нас G0, да, то есть гравитация 0, потому что мы в космосе, у нас нет никакого игрового, в игре нету генератора гравитации, я не знаю, почему у нас не срабатывает нормальная гравитация, как она должна быть в космосе, я не понимаю. Поэтому, пока у нас это не сделают, не починят, здесь мы не будем делать атмосферу. Здесь вот с этой стороны будет, здесь где печки не будет, иначе мы просто адекватно не сможем взлететь сюда и что-то поделать, поплавить и так далее. Повторюсь, Jetpack работает очень отвратительно. Вот, это первое, что хотел показать, соответственно, вот здесь, чтобы нам тоже, видите, вверх-вниз, я как вспомнил, посмотрел, что у нас здесь тоже на два распределено, мне аж плохо стало, я думаю, нет, на один кубик я уже это точно не умещу, иначе можно будет меня заворачивать просто в пакет, поэтому думаю, нет, здесь будет безвоздушное пространство, думаю, здесь я буду летать лучше, зато и шуметь ничего не будет, и здесь тоже самая атмосферка мне не особо нужна, здесь я и так все в скафандре поплавлю, атмосфера у нас будет только в ботанике, в жилой зоне, и в лаборатории, где тоже ботаника, поэтому, как бы во всей вот этой технической, производственной части, у меня атмосферы не будет, заодно как раз вот эта логичная стойка здесь вписывается, потому что здесь шлюз, как-то так, поэтому, так, сколько у нас там осталось, есть время, поэтому нам сейчас нужно перебрать вот эту вот всю часть, сюда сделать шлюз, чтобы он адекватно был, вот это вообще можно дверь убрать даже, вот, нам в принципе ничего не мешает, кроме вот этого чипа, и вот этих проводов, да, так, как бы нам поступить там, ну, в принципе все просто, так, это я делал на вентиляцию, да, так, чтобы не забыть, FV2, включение, переключатель, так, сюда куда-нибудь утащим ее, а куда нам еще можно, вот сюда можно в принципе, да, он как раз, это к этой штуке относится, только это не чтение, это запись у нас была, так, так, что у нас тут как раз, провода, так, здесь в принципе мы даже не один провод, только получается взяли, так, давай настраивать, здесь у нас, сейчас включено, да, выключись, так, здесь у нас input, у нас переключатель, переключатель, на out, у нас FV2, я бы мог, конечно, проще поступить, сейчас скажу как, все, сейчас в нуле, если нажимаю, здесь единичка, вот этот переключатель дополнительно включает вторую вентиляцию на откачку из вот этих комнат, то есть как бы помощь, чтобы у нас быстрее фильтровалось, вот, я могу в принципе не на переключатель здесь сделать, а от первой, если первая включилась, то включайся и вторую, и вот этот переключатель нам здесь вообще тогда не нужен, в принципе, ну пока пусть будет, по сути он всегда включен, можно кстати так и сделать, да, вопрос только он, он наверное не считает с первого, да, или считает, сейчас посмотрим, а считаешь ты FV1, он по-моему не считывает, ну да, он не может считать, все, тогда так и оставляем, там чтение надо ставить, тогда сначала, но это проще тогда уже и прописать в чипе, поэтому пусть будет так, вот, это первое, второе, второе, мы вот этот просто чип сюда сейчас перетащим и все, а, только, а нет, все хорошо, это питание, питание это не дата, мы ничего не теряем, только надо понять, так, здесь у нас резервуар, усиленная дверь, лампочка, это у нас в принципе код-то чисто дисплей-рычак, да, это у нас код на эти, в основном на лампочке, так, здесь тогда мы снимаем, сюда ставим, вот это мы все откусываем тогда, вот, здесь тоже откусываем, здесь тогда делаем вот так, правильно, чип сюда, включили, он помигал, ничего страшного, так, что ты хочешь, стойка, какая нафиг стойка, ты точно? Ты точно продюсер? Ты точно был отсюда? Ты же этот, вот это, да? Ага, только чип получается, как будто ты не отсюда взялся, сокет, сокет шмокет, получается ты, да? А, ну да, стойка это просто старое название, потому что мы там со стойки делали что-то, нам по идее это даже вообще не нужно, мы делали только дисплей, рычаг, LED, мигающая лампочка, дверь. Здесь я даже какие-то эти прописывал, я уже даже не понимаю, что тут было, ну короче, сейчас мы тогда этот самый, а, все правильно, я здесь как раз этот хотел прописать, чтобы подавление, но это можно дописать. Так, давай, короче, тогда мы, что тут, стойка нам не нужна, давай мы, какая тут стойка, нафиг, какая стойка, газовый датчик здесь должен быть, это скорее всего не стойка, а я к нему подключал, да, это я просто не переписал, давай тогда мы здесь, ГД, газовый датчик, в принципе, не принципиально, так, здесь у нас тогда, газовый датчик, я надеюсь, это, да, мы здесь другой и не можем выбрать, потому что это всего лишь питание, а все остальное у нас уходит отсюда, потому что сеть разъединена, так, дверь, это усиленная дверь, усиленная дверь, мигающая лампочка, мигающая лампочка, здесь у нас лет, это, что за лет, какой нафиг лет, непонятно, пока что подожди, что за лет, дисплей, а, у нас вот здесь, до этого стоял лет, маленький, все, я понял, это я просто не переписал, так, что за код, что за беспредел, D3, дисплей, D4, точнее, D3 даже вообще нету такого, все, вычеркнись отсюда, нафиг, тут надо просто переписать, это тоже вычеркнись, так, так, да, в смысле, это у нас другое, так, ну, короче, здесь не надо, здесь у нас идет, как его, маленький, средний ЖК дисплей, здесь у нас рычаг, рычаг, так, ну-ка, рычаг дергаю, дверь открывается, лампочка мигается, все, здесь по идее, готово, да, по идее, готово, так, это пока выключим, все, мы сюда передвинули, я думаю, что дверь у нас сработает, давай пока что отсюда, а, мы отсюда не выпилим пока, пока мы вот так не сделаем, вот, и как раз нам надо будет перебрать фильтры, блин, тут по сути всю базу надо, так, а что тебе не нравится, что не нравится, дисплеи не могут мешать, они там, труба, труба поверху всегда шла, или провод не нравится, провод поверху, наверное, не нравится, да, или подожди, или это глюк опять игры, а если я провод уберу, то ничего страшного, в принципе, не будет, да, провод у меня вот идет, вот этот идет, да, я могу, в принципе, вот так пустить, а, подожди, а я сейчас здесь проверю, что я туплю-то, что тупить-то, а вот нифига, провод не может, ему не нравится, вот он спокойно через шлюз проходит, полностью в любой комплект, в любое время, или ему не нравится вот такой провод, тоже нормально, смотрите, зелененький, труба не может быть такого, оно через серединку спокойно проходит, что тебе не нравится, или ему чипы не нравятся, а как я так проверю, а ну-ка стой, как он там, допустим, где у нас шлюз есть, чтобы проверить, блин, они все не те шлюзы, не такие шлюзы, нам нужен нормальный шлюз, который, который на 3 кубика шлюз, во, хочешь сказать, здесь нельзя ставить, да ладно, вот, пожалуйста, все нормально, глюк, походу, опять стенки, я у меня, если честно, мне уже все, я не могу бороться с, с багами игры, это знаете, это как, хуже ничего, по-моему, не придумаешь, а что здесь еще может быть, а вот, вот она, вот эта вот часть, точно, вот эта часть, а у нас здесь шлюза нет, все, здесь я могу убирать, в принципе, здесь я могу убирать, вот эту вот фигню, то, что я тут на кору лесил, здесь у нас шлюзы не будет, здесь дверь будет, скорее всего, тогда мы здесь просто, вот так, вот так, и дверь вот с этой стороны подключается, power, насколько я помню, и все, мы тогда будем просто дверь блокировать вот этой кнопочкой, и все, так, стой, не то выкину, я поставил на этот, на скафандр, кодик, да, все нормально, ну давай, хорош лагать, у нас игра, ребят, загружалась 17 минут, представляете, 17 минут прогрузка, я боюсь, что это из-за того, что у нас корабль, я бы не сказал, что она много весит, так, все, здесь шлюз сам по себе нормальный, именно нормальный шлюз, который должен быть шлюз, а вот здесь у нас без воздушка, да, вопрос только в другом, а я смогу здесь сделать что-то то, что мне нужно, а, ну в принципе смогу, вот она труба, атмосферная, вполне себе здесь пассивкой накачаю, да, активкой, это будет штука, единственное, что нужно будет обязательно, вот она консоль, есть, все хорошо, все хорошо, консоль есть, тогда, так, 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 у нас тут и БПшка, который вырубал шлюз, он был, вот это и БП стояло конкретно на шлюз, что с тобой произошло, а, ты стояла резервная, ты стояла резервная, если вдруг не будет вообще ничего, я подрубаю тебя вот этим, да, вот так у нас было всегда, а здесь получается сейчас, получается, что сюда идет провод из общей схемы, да, как бы нам провод шлюза-то тогда, а, ну в принципе, в принципе можно, в принципе можно, тогда вот эту сеть нам надо оторвать, вот здесь именно, здесь мы оставим, вот здесь, да, правильно я подключился, да, ну хорош, выходи, вот, а вот здесь, как я их говорил, пустимся во все тяжкие, вот отсюда, потому что тоже общак, общак идет отсюда же, правильно, да, вот она общаковая, а нет, стой, это не общаковая, это, а, ну мы отсюда-то оторвем, сейчас, это нам не надо уже, это нам уже как раз не надо, со всеми этими, это мы сейчас передвинем, тогда мы отсюда спокойно, вот так подключаемся, вот, сети нет, и в принципе и не должно, да, потому что, хотя подожди, какой нет, у нас вот отсюда должно идти, опа, а, все правильно, я отсюда оторвал, вот это сейчас не питается, вот сюда тогда мы кинем и БПшку, ой, как она идеально подходит, только в эту сторону, вот, вот к нему, вот к нему, так, сюда, а это пустим в шлюз, и тогда шлюз у нас будет независим, ах, блин, у нас вот эти двери оттуда вообще, но мы их передвинем сюда, шлюз у нас должен быть сам по себе, без всяких там этих, левых, шлюз живет своей жизнью, должен жить своей жизнью, мало ли чего произойдет, шлюз должен работать, так, это все, я подключил, так, то есть, если я врубаю, у меня шлюз работает, дверь мы эту передвинем, только не забыть, так, а здесь, здесь тогда вот эта шляпа должна быть по прямой, да, тогда она здесь заряжаться должна, да, все, а вот это мы все снимаем, отсюда нам оно не нужно, активка, активку вот сюда передвинем, это если обычные мы делаем, да, ну, в принципе, и ручником можем сделать так, вот эту штуку снимаем, это мы в консоль оставляем, так, вот эти трубы мы отрываем, так, так, а если у нас здесь не будет, если у нас там не будет этого, давление, то че, шлюз у нас не сработает, да, лучше тогда отдельно трубу сделать, наверное, как по-богдановски, пассиву, эту самую, у меня здесь будет она, так, а у нас, в принципе, вот отсюда можно, да, запитаться, а, блин, у нас там общий провод, тогда надо на эту стенку уходить полностью, тогда здесь вот так, здесь вот так, вот так, и вот так, этого будет достаточно для шлюза, здесь тогда, чтобы знать, сколько у нас тут, только не так, а вот, да, да, блин, ничего не видно, алло, вот так вот, есть контакт, сейчас, в принципе, вот это настроим, лабораторию там подключим, лабораторию там подключим, и можно будет уже закачкой всякой заниматься, так, все, это есть, теперь, вот это вот мы отсюда отрубаем, она тут не нужна, здесь у нас напрямую, это у нас будет вот на эту сторону идти, вот так вот, тогда вот этот мы поставим сюда, так, в принципе, так, что там осталось еще по шлюзу, датчик, датчик-лампочка, да, ага, я тут только датчик смогу, а, датчик можно и вниз, в принципе, крупно, или сюда вообще, давай тогда датчик куда-нибудь вниз, где он тут красивее будет, вот здесь, да, наверное, снизу, а сюда лампочку, как-нибудь вот тогда, так вот вбок, чтобы не особо мешалось, так, 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 забираем, забей сюда, так, а ты не та лампочка, я хотел мигающую, нету, у нас мигающей нету, да, эта лампочка у нас будет, дверь вот эта, а, это дверь шлюза, обычно нету, ну и ладно, это я хотел дверь блокировать, у нас раз, и лампочка будет гореть, ну, ну, короче, так, здесь переделали, уже хорошо, только двери развернуть, двери развернуть, так, хорош, хорош, да, весело, это было весело, Так, все, шлюз есть Шлюз не настроен, но в ручнике он работает В любом случае здесь будет все, что нужно Зашли Эта штукенция будет блокировать Вот эта дверь Здесь будет лампочка мигать Накачает нам сюда вот этот отрезок трубы Даже если там чего-то не будет, он в любом случае нам все это дело откроет Так, здесь у нас все хорошо Здесь у нас действительно тогда шлюз как надо стоит Здесь мы делаем лабораторию Вот здесь надо дверь тогда сделать Здесь стенку, но здесь мы будем обычную тогда дверь Вот такую, да, какую-нибудь стекляненькую Только вот куда ее? Можно ее поставить? Ах ты А, сюда можно поставить Вот так я хотел Вот, наверное, вот сюда мы будем выходить Потому что если мы выйдем сюда Что-то как-то мне здесь не нравится А вот в эту сторону Хочешь сюда беги Хочешь сюда беги Я думал, как? Можно сделать вообще Ну, короче, это точно здесь О, такое ощущение, что сейчас мы с орбиты слетели прям Так, теперь давай тогда туда поставим тоже дверь Раз она у меня в руке Ой Кошмар Кошмар что-то происходит Так, а вот здесь пусть Не, пусть, наверное, здесь будет вот такая Небольшая Может, конечно, большую поставить Ну, пусть будет такая Ой, не так хотел поставить Не тобой я хотел дверь делать А вот этой Ну, ладно Без разницы, в принципе Так, хорошо, дверь есть Просто вот такие мне что-то нравится Их можно переименовывать Они красиво смотрятся Какой-нибудь такой Такой отсек Здесь мы будем перебирать Но это не сейчас Так, здесь сделали Сюда влетели Здесь есть Это будет какой-нибудь там Выход называется Там А, это вообще должна быть Лаборатория называться Ну, короче Здесь я сначала подумал Сделать вообще коридором Вот так, да Думаю, коридор Здесь на стойке И туда А здесь отдельно Под стекла Будет лаборатория И она будет красиво смотреться Коридор будет узенький такой Вот И здесь можно картины вешать В коридоре А здесь будет лаборатория То есть она будет сама по себе А можно сделать не так Можно сделать, что Здесь будет стекло Вот здесь стекло Чтобы видно было Кто там в шлюзе приехал, да Прямо с лаборатории А вот здесь Ну, здесь тоже стекло Значит А где-нибудь вот здесь Будет вход в лабораторию Точнее не здесь А вот здесь Прямо будет Вот здесь вот вход в лабораторию То есть здесь будет стекло Здесь будет стекло А здесь сразу вход И вот так зашел И у нас тогда уже будет На три клеточки Она А выход тогда будет Коридор вот такой небольшой Будет Можно так сделать Вот Можно здесь вот вход сделать То есть можно еще планировать много чего вот это как бы нам никто не запрещает поэтому я пока оставлю это в таком варианте только сейчас мы стеночкой заделаем вот такой я не удивляюсь то что я переделываю потому что потому что кстати сразу кераметизация будет у нас да в шлюзе в этом вот потому что сначала делаешь одно потом тебе что-то по-другому нравится вот здесь по идее нужно убрать шлюз вот этот поставить лучше вот такую дверь шлюз тут явно не к месту вообще не он красиво смотрится вот эти вот как это как по станции может быть и оставим но если оставлять то только одну дверь чисто как блокировка по сути я то тут делал какие это же типа модули а модули они все стыковались соответственно через шлюзы вот если бы у нас одного модуля бы не было бы какого-нибудь то да в принципе шлюз тут важен но так как у нас тут общая станция уже подсоединена вся полностью то нам тут особо выпендриваться да или пусть будет здесь если кстати полы поставить то он особо так перепрыгивать жестко то не будет он будет плавненько ходить то есть к примеру вот здесь вот вот так вот заходит и видите я я плавненько иду потому что у нас здесь это пол единый пол на уровне двери поэтому в принципе ровненько здесь должны бегать так это у нас потихонечку закачивается ну как-то так много чего поделали короче много чего переделали я думаю да пол сделаем будет все у нас тут хорошо так теперь осталось я тут не просто дырку открыл здесь видите вот здесь у нас кислородная эта труба здесь путь поведем эту давай тогда продумаем как нам сделать эту самую лабораторию но это будет уже в следующей серии поэтому скорее всего поступим так лабораторию пока хотя нет надо именно ее и начинать делать тогда у нас будет все готово тот отсек уже можно запускать и можно практически запустить этот самый те два отсека да у нас вот это все держит вот это и ботаника держит но ботаника держит чисто потому что там с трубами непонятно как вот тогда я наверное вот так поступлю мы не на запись будем делать лабораторию с вами а сейчас я пойду ой-ой-ой-ой вот это я не люблю конечно разворот такой а сейчас я пойду переподключать вот так чтобы оно было потому что мне кажется что вот это вот не так работает как надо хотя с печками все нормально ааа у нас печка закрывается у нас печка не закрывается да вот это и ответ по-моему на вопрос ну-ка for nice air for nice меня интересует arc for nice а вот и ответ а нет подожди у нее есть закрышка да да она закрывается а почему тогда вот это напрямую успевает заглатывать а этот самый не успевает интересно я думал что там нет крышки почему-то вот это не успевает ладно протестирую может быть вылечится да как вот эта стенка может эта стенка заболела походу хотел лампочку воткнуть а лампочку воткнуть не могу ну ребят это игра причем самое что интересное вот пытался сегодня днем записывать и здесь зелененькое было я даже еще сначала проговорил что здесь смотрите у нас красное здесь было зеленое короче игра ломается сама по себе вот как-то так но работа идет получается что сделали вот этот отсек вот этот отсек вот этот отсек лабораторию переделали там коды починили осталось еще много но я конца еще не вижу даже если честно но уже много чего есть в любом случае делаем как-то строим потихонечку вот если в мультиплеере я конечно это все делал на каком-нибудь сервере было бы быстрее потому что ребятки бы помогали но одному конечно долго ладненько пишите в комментариях свои советы по поводу как сделать лучше ботанику почему она у нас там засасывается пишите также по поводу повторителей кто именно с ними работал почему они с одного на другой не перебрасывают из сети в сеть потому что я не понимаю я думал что если он перебрасывает этот самый то с повторителей на повторитель должен перебрасываться а он получается с одного на второй не перебрасывает если он только в одну сеть может и это особенность игры тогда понятно все с ними я просто не читал сейчас пойду на википедию читать как этот повторитель работает может ли он несколько сетей перебрасывать через друг друга вот, ладненько, увидимся пока-пока